Это место под какое-то хозяйство, как бы озеленение прилегающей территории к дому. А этот лес кто сажал, они спросили, никто не сажал. Так кто это позволил все это дело кромсать, уродовать? Мы примерно знаем уже, кто это. И вот, оказывается, вытирается, им дали команду, а они как звери набросились по этой команде за деньги кромсать все, что тут росло и растет. Они думают, что они сделают хорошо, они делают плохо для этого всего. Тут была растительность хорошая, люди гуляли, не важно, сорили, не сорили, убирал кто-то, не убирал, не важно. Но дело в том, что лес рос и до него никто не дотрагился. Теперь пришли уроды и начали это все кромсать. Вот и все. Вот идем, поглядим. Один раз. Добраем. Нет, я говорю, а с какой целью вырубается все из пусты? Видите? Разряжаем. Нет, а для чего? Нет, а что здесь будет строиться? В лесу. Какая площадка? В лесу? Ну, не в лесу. Дорожки будут делаться. Нет, а вот в лесу вы пустырки освобождаете. Для чего? Стоп только один сотый раз? Или как? Точно оставляем, да. Точно только оставляем? Точно оставляем, да. Ну, по своей. Нет, по команде? Нет, все документально. Да? Документально. Это что уже называется? Это уже называется как бы... Частная территория, что ли чья? Почему? Нет, не частная. А что тогда? Если не частная... Если вот, например, глядите. Вот, например, вот люди, которые вот тут вот сажали все эти кустарники, они были вот кустарки полезные для леса. А вы их ведь полностью вырезали, наверное, вырезали. Ребята. Ну, команду дали, мы вот делаем. Здесь, видишь, Солковская плаза. Вот к ним теперь вот будет и детская площадка, и спортивная. Вот и для этого они вырезают. Нет, это ладно, детская площадка там отдельная. Нет. Я имею в виду то, что вот кустарники в лесу были такие интересные, декоративные, они же... Они не подумали об этом. Вот и все. Леша, им дали указания. Ну ладно, пожалуйста. Конечно, мы вопросы будем задавать уже другим людям. Да, нам ведь сказали. Да, нам сказали, вы и делаете. Понятно. У вас работа такая. Ясно. Спасибо. Да нет. Ну вот то, что тут вот происходит, конечно... Половина, конечно, и есть по делу. Они вырубили. То, что вот сушняк вот тут есть, я вижу, наблюдается. Вот. Ну, то, что вот, например, кусты некоторые, декоративные, которые росли в этом лесу, в этом лесочке, здесь, конечно, они не по делу, конечно, вырезали. Вот. И что хочу сказать. Говорим то, что сохраняем природу, всю живность, все, что находится, все окружает нас. Ну, будто остались галимые сосны. Остались галимые сосны. Кусты вырубили буквально все. Ну, дальше, что у нас будет тут иметься прочее, то, что кусок не будет. Сосны одни не выдержат такого освещения солнцем. Тем более то, что кусты притеняли землю, и была создана влага. Почва, она держалась за счет влага, за счет кустов держалась в земле. А сейчас будет сплошное солнце проникать сюда. Это, естественно, подстилка будет высыхать, и сосны будут умирать. Вот и все. То, что я хочу сказать. Вот тут роскуст определенного значения. Такой. Вот. Ну, что скажу. Вот сейчас его не будет, этого куста. А рядом вот, например, сосна. И еще одна сосна. А этот куст притенял почву. О чем это говорится? То, что почва была насыщена влагой. И держал ее, затенял куст. Сейчас кустов нету. Притенять ничего не будет. Солнце, прямые лучи проникнут на почву. И почва будет, естественно, тут высыхать. Одни сосны тут не удерживаются. Так что, или пускай высаживают другие какие-то растения за место кустов. Но сосны не выдержат. Без кустов они не проживут. Потому что сосна, пускай и глубоко, закореняется в землю. Но ей влага нужна, чтобы она держалась. А кусты, естественно, держали влагу. Как обычно и в других местностях. Вот и все. Я понимаю, что можно тут заняться уборкой леса. Еще чтоб навести порядок. Ну и надо оставлять какую-то живность. А не то, что давай, значит, разрешение кто-то кому-то там дал. Кому-то на руки в лапу дали. И погнали. Вырезать, все кромсать. Все, что надо и не надо, все подряд. Это не дело. Это не дело. Тут росли и клены. Кстати, наши русские клены росли. Хорошие растения. Знаете вы все про клены. Даже песни немало сложно про клены. Они также затеняли все тут. Гляжу, уже моего родного клена нету. Где я постоянно бывал. Его уже срубили. И вот еще один остаточек, который остался от клена. Его уже нету. Вот и все. Ну все, люди дорогие. Смотрите наш репортав. Кто как себя тут ведет. Кто тут как царствует в этом лесе. Значит, мы уже знаем.